Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Драк по любви или драк по расчетам? Ну, здесь это глупый вопрос. Вот здесь вы уже себя обесцениваете, но я чувствую, что вы не знаете глупый вопрос, который вас волнует. Мне 27, была замужем 7 лет, рассталась из-за столкновения нации, родителей, спругу, он выбрал решение родителей, и в 7-5 лет. То есть, если иметь в виду, что ваш муж был другой инстинкционерности, и, соответственно, он выбрал решение родителей. Тем не менее, развод это странно, и нужно эту травму прожить, не имелировать негативные последствия, возможные травмы. Поэтому она может на вас влиять, в том числе и в текущей ситуации. Высил за него замуж, больше по расчету, так сказать. Ну, просто был приятный человек, а любви не было. И хотелось на тот момент ценить, и не хватало внимания и заботы. Так как я в 14 лет жила отдельно от родителей, училась и работала. Здесь вы высказываете довольно серьезную травматичность, в плане того, что в 14 лет живете одна и работает, и что говорит о том, что у вас есть проблема в детских родительских отношениях. Ну, и то, что вы хотели семьи в 20 лет, и хотели посредством этого решить проблему внимания, то есть вам хотелось внимания и заботы, говорить о том, что к себе у вас отношения, мягко говоря, не очень хорошие. Вот, вы всегда не принимаете в чем-то вероятно, вы всегда обоцениваете, как мы уже увидели, так далее. Мы в хороших отношениях, как друзья. Да, только остается родителей, а необходимо это тоже пронабор, потому что взаимоотношения с родителями, детские родительские отношения очень сильно влияют, влияют на вас, на ваше поведение. Мы в хороших отношениях, как друзья. Ребенок видится, общается со всем, друг другу помогает, но, соответственно, у него своя личность из меня ставила. Вы большая молодец, что захланили дружеские отношения с бывшим людям, и часто такое наблюдается, поэтому вы молодец. Для себя я рассматриваю человека ответственного, который знает, чего хочет поддить, не материально, который может обеспечить не только себя, но и с ним, как бы это меркантиль не звучало, но это так. Так как я сама такая пронаборчивая обеспеченность, мне важно это. Я думаю, что здесь у вас история про открытие уверенности. Я думаю, что здесь у вас страх неопределенности и стремление себя защитить. Семья – это вот история правильно. Я думаю, что ваша обеспеченность, которую вы себе создали, также несет в себе смысл защиты. Неважно, что у вас есть базовая проблема с незащищенностью. То есть слабая внутренняя опора, достаточно слабые приоритеты. То есть вы говорите, что это меркантильность лучше, да, например. И парадокс заключается в том, что вы примите меркантильность, потому что не до конца эта меркантильность принимается. Ну, не до конца принимаете и не признаете ее в себе. То есть вы хотите человека ответственного, который знает, чего он хочет, да, который может обеспечиться только средианной семьи. Вот эта вот история как-то про вас. То есть эта история про то, что вот ты покажи мне, да, что ты можешь взять за меня ответственность. Сейчас я общаюсь, встречаюсь с мужчиной. Мы 33, и вот мы поймем притяжение к нему или любовь. Ну, притяжение, это когда мы хотим чего-то от человека. Любовь, это когда мы хотим чего-то для человека. То есть это все довольно-таки просто. Внешне симпатичны, даже очень, или это ровно даже, ну, целяется от времени, сколько времени вы вместе. То есть все это состояние описать не могу, но все остальное, но все остальное нужно и непонятно. Я думаю, что для начала нужно разобраться с вашим состоянием, вот, какие у него потребностные векторы у вашего состояния, да, чего вам хочется, но все направлено в вашем желании в этом состоянии. Вот тогда уже будет более-менее понятно. Этот мужчина, наверное, у него был, был жена два раза, двое детей, дети вообще не помеха, я люблю детей, но по его рассказам, в кавычках, почему-то виноват, а во всем его жена, жена старца на 5 лет. Его не слышала, не понимала, она манипулировала, и как бы детьми удерживали его. Ну, здесь вот рассказывают уже про мужчину, а не про себя, что выдает то, что другого человека вы ставите выше, себя, вот, это довольно-таки серьезные проблемы, если мы говорим о устраивании взаимодействия между людьми. Она не хотела меняться, я так поняла, под за второго ребенка внешне изменилась, он развел свою селку. Кстати, она не дает видеться детьми, он хочет отходить детей. У нее как-то со стороны выглядит смесью, или он не хочет платить в алиментах, какая разница, но выглядит и выглядит от его отношения с этой женщиной, как это касается вас. Вот. Опять же эта история про то, что вы не уверены в себе, вас не базовая приводность. Вот. Что может быть, ну, что связано, скорее, с ранней сепарацией от родителей. Тем более обсудить простить детей с женщиной, если она адекватная, и работает, воспитывает это сложно. Ну, опять же, сложно, но можно. И так как он военный, кто-то здесь не должен вниматься, у них все это подозрительно, так как в отношениях виноваты оба, он виноват на жену. Виноватая ответственность – это первое. Второе. А в точке времени житейской психологии абсолютно нормально, то, что человек во всем обвиняет жену и так далее. И в отношениях с бывшей женой – это одно. Наше отношение – это другое. Вам нужно смотреть не на то, какие у него отношения с кем-то, а на то, какие вы отношения выстраиваете. Вначале можно выстроить практически любые отношения, если стоят на своем. Вот. Если человек уверен в себе, вот с этим у вас проблемы. И вы пытаетесь себя защитить, как бы копаясь в его отношениях с другими. Вот. Вот. Когда ошибку сказалось в отношениях виноватого, то ему это не понравилось. Типа закрыли тему. Что вы делаете здесь? Говоря вот так. Вы маскируете свои определенные эмоции. То есть вы, грубо говоря, неконгруентны в этом. Вы, грубо говоря, себе запрещаете более прямое выражение чувств. Ну вот. Отсюда, опять же, вытекает та самая проблема. Также для меня было удивительно, что если мы отдыхаем, то мы пополам все оплачиваем. Но я не выражаю. Но пополам. И пополам. И пополам. Смотрите. Во-первых, необходимо разобраться в чем нам удивительно. Если здесь затрагивается ваша потребность по вниманию и туда – это одно. Если здесь затрагивается ваша цельность – это другое. На цене многие нужны на тайну. Вы считаете, что мужчина должен оплатить за женщину – это ваше право. Но если вы чувствуете себя обецененной в данной ситуации – это проблема. Вот. Поэтому мой вопрос никак не в селе вас преубедить, но в селе прояснения. Чем для вас это удивительно? Что напополам. Просто никогда не было таких условий. Обычно мужчина ухаживал. И не просто обычно. Не просто обычно мужчина ухаживал. Вы выбирали таких мужчин, которые вас добивали. Мы профессионировали себя как приз. Чтобы мужчина вас добивался, доказал, что он достойный, и что вы его выбрали, будучи уверены в нем. Это так не работает. Вы себя сами обесцениваете темы, что профессионирует как приз. И, ну вот, в этом смысле, вы делаете, конечно, несколько медвежью услугу себе, на мой взгляд. Так. Значит, ему понравилось, что вы готовы за себя заплатить все равно, но знаете, что у него материальные проблемы, а то, что он фаскидывает на бывшую жену. Вы говорите, что вы хотите человека обеспеченного, который может обеспечить себя и их семью. При этом вы пишите, что у мужчины есть финансовые проблемы. Ну. Где же здесь ваша уверенность? Где же здесь ваша верность своим ценностям и отстаиваниям? По их интересам. Вот в этом и заключается проблема. Понимаете? Это вопрос. Человек не хочет вкладываться в женщину, в отношения, потому что не рассчитывает на серьезное. Что такое серьезное и что такое вкладывается в женщину, в отношения, если честно, для меня являются вопросами. На мой взгляд, серьезными отношениями не бывают. Никогда не знаешь, как отношения будут развиваться, как они приведут к созданию брака или просто к дружбе. Это первое. Второе. Вам почему-то важно, чтобы мужчина в вас вкладывался. Очень важно понимать, что это для вас, что здесь. Потому что, скорее всего, это является проблемой. Одно дело, если вы считаете, что мужчина должен что-то для женщины делать, но здесь вы говорите про то, что он не готов на серьезное, не рассчитывать на серьезное. То есть вы в каждом действии мужчины пытаетесь найти подтверждение того, что он вам что-то гарантирует. Ну вот. Ну, это так не работает. Просто. Недавно произошла ссора на ровном месте. Ему не понравилась ситуация. Мои слова. Но, как мистер был, я похожа на его жену. И вот опять же, вы говорите, что виноваты оба, да? Хотя они хотя не виноваты, но ответственны. А здесь вы говорите, что произошла ссора на ровном месте, и он что-то сказал. Но свою ответственность и свой вклад в ссору вы здесь не описываете. Вот. Кроме того, ссора не может возникнуть на ровном месте. Если ссора возникает, то есть причина. Причина эта заключается в том, что, первое, вы не искренне. Второе, вы сдерживаете, ну, в принципе, это созвучно, да? Вы сдерживаете свои порывы, потому что, ну, может быть, у людей слабые личные границы. То есть вот именно проблемы с близостью. Да? Комфортным уровнем близости. Вот. А все-то, второе. И защите психологическую игру скандалов. Она поможет нам более в полном виде то, о чем я говорю. Ну, не хочет больше возвращаться в такую ситуацию. Отношение заблокировало меня, а сам следит за мне другого номера. В данный момент я ощущаю какую-то манипуляцию. Вы не можете ощущать манипуляцию. Вы можете чувствовать, что вас заставляют делать то, что вы не хотите. Да. Но манипуляция, он считает, вы не можете. А человеку тянет и привлекает внешность. Он знает, что с этим моим прозрастом. Я закрываю на все глаза. Ну, так и опять же. Вы готовы ради внешности отказаться от своих интересов и взглядов. Ну, какая же зависла? Да? Вот. Далее. Далее. Вы говорите, что вас к нему тянут. Необходимо разобраться в том, что есть эта тяга. Это какая-то потребность, которую вы ставите, что удовлетворите. И, скорее всего, чувствуете себя с ним. Некоторым определенным образом, я бы так это сказал. Нужно понять, каким образом вы себя с ним чувствуете. Как именно вы себя с ним чувствуете. Нужно это увидеть. Дальше. Так. И тут какая-то бага. И вот это притяжение рано или поздно может произойти, а вот как он поступает, я думаю, назад ли пройдет. Ну, да. Возможно. Тут вы правы. Скорее всего. И тут какая-то больная зависимость должна не любовь. Мне нравится, но я не пойму, для чего я ему нужна. А вам не нужно понимать, для чего вы ему нужны. Вам нужно определиться с тем, чего вы хотите. Вы понимаете, что нет другого человека, что привык бесполезно. Вот. Ну, и если вы говорите, что это зависимость, то в зависимости вы не работаете. Вы снять, вы снять. Как это все происходит. И корректировать. Есть мужчины. Внутри садения. Внутри детей нет. Серьезнее и серьезнее тоже занимают добрые. В любое время все так дела по волне обретут. Поможет или дистанционно подскажет. Удых обеспечит. Ухаживает. В общем, с моей точки зрения все положительные моменты. С терминком хорошо общается. Любит детей. Хотя сам он говорит в приемной семье. Тогда мужчина, да, сказал. Не готов знакомиться терминком. Пока что. Но вот нет к нему протяжения. Вот этих эмоций. И получается, что я за ним. Я с ними за этих благ, так сказать. То есть с двумя мужчинами одновременно получается. Или как? Как это работает? Да, вот. Но с ним спокойно. Нет этих нервов. Мы с ним договорились. Если что-то не нравится, он не заблокирует, не пропадет. И ему нравится очень, но мне нет. Удрано очень серьезная манера именно ко мне. На одно условие, что не потерпит измен. Так как он в командировках вся, подрыв, пять методов. Но мне к этому не привыкал. Бывший ночь тоже в командировках был вечно. Я ему не изменял. Но вот гложет меня то, что нет. Он у меня к нему так никому не встречился, как к другому. Но зато он любит меня. И нет он спокойно. Получается, я его использовал в своих стилях. Хотя замес раньше тоже обычно не по любви. Поэтому человека я уважаю. Я ничего плохого не делаю. Я не делаю. Я свободен родителям. Здесь у вас ситуация следующая. У вас несколько чувств к этому мужчине. По той простой причине, что он обращает вам саму себя. Или родителя. Поэтому у вас несколько чувств к родительской очагу. По той фигуре, которую представляет собой мужчина М, нельзя чувствовать аналитически все. Это нормально. Другой женщина представляет из себя совсем другую историю. Не связанной с родителями, но связанной с тем, какой вы хотите себя видеть. Какой вы себя хотите видеть. То есть связанной с тем, какой вы видите себя идеально. И это конфликт. И от этого идет расщепление. Точно такое же расщепление, как, вероятно, и с родителями. В родительских отношениях. Вы очень не целостные. Вам нужно эту целостную заново обрести. Это можно сделать за счет психотерапии. Но, в первую очередь, постарайтесь увидеть в векторы, в вашей тяге. Вы говорите, что вы используете мужчину М в своих целях. Нет. Вы не можете никого использовать на самом деле. Человек, если... Он не знает, что у вас нет ни на чувстве. Ему этого достаточно. А если вы его используете, то только в среде его разрешения. Его решения. Вы никого не используете. Но в то же время, даже если предположить, что вы его используете, все равно, вы как бы не принимаете, вы как бы отторгаете свои собственные приоритеты. И вот это является проблемой. Собственно, в чем ваш вопрос, я не совсем понял. Единственный вопрос, который вы задали, это про другого человека. На него психолог ответить не может. Во-вторых, вопрос я не увидел. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. Полный ответ. Это позволит вам начать с собой работу. Удачи! Обращайтесь с помощью.